Всем привет! Это канал MBS Electronics. Сегодня у нас обзор очередной новинки от Фнирси. Это умные токовые клещи. Фактически это мультиметр. Клещи отличаются от обычного мультиметра тем, что умеют измерять ток бесконтактно. В общем, токовые клещи служат для измерения довольно больших токов. Например, если вы какие-то схемки собираете на транзисторах, на микросхемках, вам нужно измерить какие-то очень маленькие токи. Там коллекторный ток транзистора, который может быть там какие-то микроамперы, ну или несколько миллиампер, скорее всего. С помощью любых токовых клещей у вас не получится точно измерить такой ток. Токовые клещи это именно для удобного бесконтактного измерения. Довольно больших токов. Ну, начиная, наверное, от сотен миллиампер и выше, до 600 ампер. Вот эти токовые клещи от Фнирси могут измерять постоянный переменный ток до 600 ампер. Это такой довольно большой ток, который обычным способом даст помощь шунта измерить довольно проблематично. Представьте, какой должен быть в мультиметре шунт внутри, чтобы он мог измерить ток 600 ампер. Поэтому остается единственный вариант, вот такой метод измерения, который обеспечивают токовые клещи, то есть бесконтактное измерение. В некоторых случаях это очень удобно. Ну, например, вы модернизируете свой 3D принтер, можете вот не разрезая провод, как бы померить, какой ток идет через провод на нагреватель столика. И в ремонте бытовой техники. В общем, огромное количество применений может быть, но именно там, где сравнительно большой ток, не микроамперы. Если такие маленькие токи, то лучше использовать обычный мультиметр, который включается в разрыв измеряемой цепи. Все токовые клещи на рынке можно условно разделить на две большие категории. Первое, это дешевые приборы, которые могут измерять только переменный ток. Датчик таких клещей работает по принципу трансформатора. Такой датчик очень дешевый и простой, позволяет довольно точно измерять ток бесконтактным методом, но по своей природе не умеет измерять постоянный ток. Вторая категория, это более дорогие устройства, которые могут измерять также постоянный ток бесконтактным методом. Датчик таких клещей использует эффект холла. Вот как раз такие токовые клещи мне прислали на обзор. Они могут измерять как постоянный, так и переменный ток. И другие электрические величины, собственно, как и любой мультиметр. Питается прибор от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 1500 мАч. Соответственно, в комплекте у нас есть USB Type-C провод для зарядки этого самого аккумулятора. Ну и, видимо, для обновления прошивки есть инструкция на китайском и английском языках. Поскольку прибор может измерять температуру, в комплекте идет вот такая стандартная обычная термопара. Можно измерять температуру до 1200 градусов. Щупы неплохого качества с золотистым покрытием игольчатого типа. Они реально острые, как иголочки. Сам прибор весит около 200 грамм. Нажимаем на курок. Вот на этот пружина довольно мощная там. Потом мы разберем, посмотрим, что там внутри. Корпус сделан из качественного черного пластика. К качеству изготовления, эргономики и дизайну у меня никаких претензий нет. Включается прибор длительным нажатием на правую синюю кнопку. Включается довольно быстро. Это запоминает последний использованный режим. То есть вот на чем вы выключили, в каком режиме, тот режим вы и получите после включения. Есть вот такой прикольный режим волновой формы. Типа осциллографа с медленной разверткой. Показывает наши измерения относительно шкалы времени. Это такая особенность, фишка этого прибора. Здесь внизу экрана перечислены все режимы измерения, все функции, которые может измерять этот прибор. Переменный постоянный ток, к сожалению, только с помощью клещей. Было бы очень круто, если бы он еще мог измерять ток с помощью щупов, как обычный мультиметр. Но все-таки это токовые клещи. Практически для всех измерений запоминается минимальное и максимальное значение. Также мы умеем мерить переменное постоянное напряжение, емкость, сопротивление, частоту, температуру. Можем проверять диоды. Есть звуковая прозвонка, датчик электрического поля и определитель фазы сети. Называется Live режим. Собственно, кроме измерения тока, все остальное, как у любого смарт-мультиметра. Если нажать и удерживать вот эту среднюю кнопку, то мы как раз войдем вот в этот хитрый режим волновой формы, в котором можем графически смотреть на результаты наших измерений с течением времени. Это относится к большинству измерений, не только к току. Таким же образом можно просматривать и измерения сопротивления, напряжения и другие режимы. Если нажать и удерживать правую серую кнопку, мы входим в очень удобный режим. Это режим измерения мощности. Здесь одновременно показывается и ток, и напряжение. Род тока и напряжения мультиметр определяет автоматически, то есть переменное или постоянное напряжение и переменный или постоянный ток. Одновременно с напряжением и током прибор показывает также мощность. Для работы в этом режиме нужно сюда подключить щупы и измерять ими напряжение на нагрузке, а ток измеряем клещами. Это как раз то, о чем я говорил. В этом режиме удобно замерять, например, выходную мощность усилителя звукового. Сбоку есть кнопка включения фонарика. Вот здесь светодиод у нас. Для подсветки области измерений иногда бывает полезно, если вы где-то работаете в темном помещении. Ну и вообще фонарик в хозяйстве не помешает. Если во время измерений нажимать на левую синюю кнопку, результат измерений будет записываться во внутреннюю память. Это работает тоже во всех режимах измерения. У нас есть 30 ячеек памяти, и эта память организована по принципу стека, то есть когда все 30 заполнятся, самая старая ячейка будет перезаписываться. Для того, чтобы посмотреть то, что мы записали, нужно нажать и удерживать вот эту левую синюю кнопку. Мы войдем в меню просмотра памяти прибора, и одновременно это меню является также меню настроек, где можно выбрать английский либо китайский язык, посмотреть версию прошивки и так далее. Есть вот такая автомобильная лампа на 20 Вт. Давайте попробуем поизмерять ток через эту лампу. Именно постоянный ток. Посмотрим, как это работает. Что касается измерения переменного тока, то все даже самые дешевые токовые клещи переменный ток измеряют нормально, поэтому нет смысла тестировать это. Для тех, кто никогда не пользовался токовыми клещами, хочу напомнить, что тестировать прибором нужно один провод, а не два провода вместе. Получается, что хоть нам и не нужно перерезать провод, чтобы измерить ток через него, как с обычным мультиметром, но нам, по крайней мере, нужно разделить эти провода в пространстве. Если, например, у вас сдвоенный сетевой провод, вам все равно придется разделить эти провода в каком-то месте, чтобы можно было измерить ток. В режиме измерения постоянного тока клещи требуют калибровки. Для этого просто кратковременно нажимаем на кнопку включения. Вверху экрана появляется оранжевый значок. Запускаем блок питания. Включается лампа, и мы видим на экране прибора ток через эту лампу. Можно сравнить с тем, что показывает блок питания. Где-то примерно эти токи совпадают, хотя не на абсолютно 100%. Интересно посмотреть, как это работает в режиме волновой формы. Так этот режим называется в инструкции. Я называю его псевдоосциллографом. С током у нас все работает. Давайте попробуем другие режимы. Посмотрим, как он измеряет частоту. Согласно инструкции, максимальная измеряемая частота этого прибора 10 МГц. Я подключил на вход генератор, вон того универсального прибора, тоже, кстати, от ФНИРСи. Генератор у него только до 100 кГц. Вот сейчас измеряем 50 кГц, 60 кГц, 70, 80, 90, 100 кГц нормально измеряет. Но больше этот генератор выдать не может. Предполагаю, что до заявленных производителем 10 МГц у него будет все нормально. Измерение емкости. Конденсатор на 1800 нФ. Давайте попробуем измерить. Очень быстро измеряет. Все хорошо у него с такими конденсаторами. Керамика на 100 нФ, кажется. Да, где-то в районе 100 нФ. У этих маленьких керамических конденсаторов очень большой разброс на самом деле. Оксидный конденсатор, электролит на сколько-то там микрофарад. Вот оказывается, это конденсатор на 1000 мкФ. Мелкий электролит. Как видим, это конденсатор на 1 мкФ. Второй режим, это прозвонка цепей. Прозвонка цепей тоже не вызывает никаких нареканий. Она очень быстрая, нет никаких задержек. Прозвонка диодов. Зажигает светодиод. Падение напряжения на светодиоде красном 1,8 В. На зеленом светодиоде падение у нас 1,9 В. Белый сверхяркий светодиод. Обычно на таких светодиодах довольно большое падение напряжения. Вот видите, 2,5 В, почти 2,6 В. Ну и сопротивление. Очень быстро переключился на мегаомный режим. Показывает сопротивление тела моего от пальца до пальца. Да, сопротивление щупов 0,1 Ом. Думаю, что постоянное напряжение уже все мультиметры прекрасно измеряют. Тоже довольно быстро. Термопару нужно подключать, соблюдая полярность. Красный подключаем в input, черный в общий. Это высокотемпературная термопара. На самом деле она может измерять до 1200 градусов. Режим live – это проверка фазы. Есть такие отвертки индикаторные, электрики используют их, вставляют в розетку и смотрят там, где лампочка неоновая светится, это фаза. Собственно, вот этот режим live, тоже где у нас в сети фаза, а где ноль. Для того, чтобы проверить фазу ноль, включаем всего лишь один провод. И этот один провод вставляем в розетку. Вот. Это ноль. Никаких сигналов нет. Это фаза. И второй режим здесь – это NCV. Можно искать скрытую проводку, проверять, есть ли в каком-то проводе напряжение. Фактически это индикатор электрического поля вокруг проводника. Давайте снимем крышку заднюю и посмотрим, как эти клещи сделаны внутри. Разделять прибор на две половинки нужно аккуратно, чтобы не повредить шлейф. Да, действительно, аккумулятор здесь на 1500 мАч. Довольно качественно собранная материнская плата черного цвета. Здесь большой чип с затертой маркировкой. Опять же, к качеству сборки, к качеству печатной платы никаких претензий у меня нет. Вот такое, друзья, довольно интересное устройство. Как всегда, ссылка на прибор будет в описании. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки или дизлайки. Напомню, что в описании вы также можете найти ссылку на наш телеграм-канал. Подписывайтесь туда на наш веб-сайт и другие ресурсы. А я поздравляю вас всех с прошедшими праздниками. Желаю всем мира, добра, побольше творческих моментов, всяких электронных штучек. И главное, чтобы у вас у всех и у меня тоже на все эти штучки было достаточно денег. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok